Казахстан Президент Назарбаев предложил в этом году сделать ГОД ЕАЭС, внешний вектор ЕАЭС, создание сети зоны свободной, зоны свободной торговли. Здравствуйте, это стол переговоров на 24 КИЗ. Меня зовут Эльмир Ажмат. Тема выпуска ЕАЭС год спустя. Предварительные итоги и дальнейшие перспективы. У нас сегодня в гостях директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений Винокуров и Дана Женусова, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей от Амикен. ЕАЭС это далеко не первая попытка создания на просторах СНГ интеграционного объединения. Однако попыток было много, но все они по сути недейственными. Что по вашему мнению дает такой результат этому объединению? То есть ваша оценка? Потому что пять лет назад был создан таможенный союз, он работает. Таможенных пошлин между государственными участниками нет. Есть единый таможенный тариф. То есть эта часть функционирует уже пять лет. Действительно, какие-то предварительные итоги можно подвести. А договору о Евразийском союзе чуть больше года. Соответственно, он кодифицировал прежде всего то, что уже так или иначе существовало в разных вариациях, в разных соглашениях. И по многим вопросам тоже есть какой-то прогресс. По некоторым его нет. Те вопросы, по которым нет прогресса, можно будет на них... В чем проблема? А что тормозит, так скажем, этот процесс интеграции? Ну, главное, что хотелось бы подчеркнуть, отменить внутренние таможенные пошлины. Это только первый шаг. Есть сотни, буквально сотни нетарифных барьеров самого разного рода. Их порядка четырехсот. Некоторые из них это то, что надо просто унифицировать. Ну, например, техрегламенты, различного рода техстандарты, санитарные, фитосанитарные нормы. То есть их нельзя отменить. Их нужно унифицировать, чтобы условно казахстанский предприниматель, заходящий на российский рынок, мог сертифицировать свою продукцию в Казахстане. И с этим сертификатом ехать на российский рынок часто не так. Он обязан в России проходить процедуру сертификации заново. Это удовольствие очень дорогое, очень долгое. Все, естественно, зеркально повторяется в Казахстане по отношению к российским. Есть группа нетарифных барьеров, которые надо просто отменять. С ними надо бороться, уничтожать их. Это то, что называется на жаргоне экономистов пыль в колесах. Или песок в колесах. А этот песок, который туда попадает, его надо просто вычистить. Это задержки на границах, когда фура на таможенной границе, которая вроде бы не существует, зависает на двое суток. Это разного рода ограничения на участие трансграничное в госзакупках. Это институт специмпортеров, когда назначаются импортеры монопольные, которые могут определенный товар вывозить в определенную страну. Вот эти барьеры нужно полностью снимать. На самом деле эта работа идет, какие-то барьеры уничтожаются ежемесячно, какие-то новые появляются. Работа идет под эгидой Евразийской экономической комиссии. В многочисленных комитетах, подкомитетах, рабочих группах садятся представители национальных министерств и разговаривают с друг другом, пытаясь выйти на компромисс. Я абсолютно согласна с Евгением. Действительно, это пятилетний процесс. Сначала мы сняли таможенные границы внутри. Мы сняли не только таможенные границы, а также отменили ветеринарные, фитосанитарные, сандартно-карантинный контроль, кроме пограничных. На самом деле есть эффект, но он не осязаем, потому что мы не стоим на границе, этого никто не администрирует. Есть меры администрирования в виде уплаты костных налогов, но необходимо заявление подавать, конечно, но это не отражает всю ту приграничную торговлю, которая на самом деле происходит. Это первое. Второе, по поводу унификации и гармонизации законодательства, он на самом деле происходит. У нас на сегодня уже принято 35 технических регламентов. Вообще у нас в целом их порядка 60. Явно, что если единый наднациональный технический регламент, то он касается прямого действия. И национальным законодательствам мы уже не имеем права какие-то дополнительные требования к данной продукции по качеству безопасности предъявлять. Поэтому сертификация независимости, где ты ее провел, если здесь есть органы по подтверждению испытательной лаборатории, находятся они в Казахстане, Беларуси или в России, где бы то ни получил, сертификат признается действительным. По инфраструктуре в части испытательных лабораторий. Поэтому мы вынуждены обращаться в российские. Да, это затрудняет, создает некоторые издержки для предпринимателей. Свободное перемещение товаров – это одно из основных принципов ЕС. Вот как в этой ситуации чувствуют себя отечественные товаропроизводители и как ему, так скажем, подстраховать себя? Вообще, как казахстанский бизнес чувствует себя в рамках ЕС? Есть, конечно, да, барьеры, но они не тарифные. Не тарифные барьеры – это с третьими странами, которые во внешторговле проявляются. Это запреты, ограничения разного рода лицензирования, квота на импорт, на экспорт и так далее. Между нами, как таковых, не тарифных барьеров нет. Есть барьеры, которые ограничивают доступ на рынки. Есть изъятие и ограничения, которые прописаны в договоре. То есть при вступлении в Российский экономический союз. Мы все понимали, государство, что есть чувствительные рынки. То есть это такие, как рынок золотосодержащего сырья, афинаш. Для кого-то был алкоголь. Это специмпортеры для Республики Беларусь. Поэтому эти вещи были прописаны, но они не навсегда. Они до какого-то определенного переходного периода для каждого государства. Потому что мы все понимали, что наши экономики находятся на разных уровнях. И готовность к интеграции, и снятию всех границ, и мироадминистрирования, унификации каких-то требований. Это действительно могло бы стать шоковым явлением для бизнеса. Главное негативное влияние, безусловно, идет от плохой динамики цен на сырье. Мы сырьевые экономики России, Казахстан – это главный фактор. Все остальное обладает пятой-десятой важностью. Благодаря тому, что сейчас чуть-чуть восстановились цены на сырье, резко повышаются прогнозы всех аналитиков. Но Казахстан, безусловно, этот год должен закончить в плюсе на процент полтора. Россия, вопреки всем ожиданиям, видимо, имеет хороший шанс выйти на какой-то тоже маржинальный ноль. Геополитика влияет на что? Она влияет на доступ к рынку капиталов, но это чисто российская история. Она влияет на общую напряженность вокруг нашего евразийского пространства. Бывает, что страны или компании сюда не заходят, потому что зайдем-ка мы лучше куда-то еще. Она влияет на то, что президент Назарбаев предложил в этом году сделать год ЕАЭС, внешний вектор в ЕАЭС, создание сети и зоны свободной торговли, открытие ЕАЭС навстречу миру. Эта постановка вопросов горячо одобряется всеми сторонами, и Россией, и Белоруссией, и Арменией, и Кыргызстаном, безусловно. А первой такой ласточкой стал Вьетнам в ноябре прошлого года. Сейчас идут треки по Израилю, Сирии, начинается трек по Сингапуру. И Евразийская комиссия только что получила директивы на начало работы по соглашению о торгово-экономическом союзе с Китаем. Я думаю, влияние очевидно. Действительно, если говорить о кризисных явлениях каких-то... Конечно, мы все зависим от внешней ситуации, вообще мировой конъюнктуры, цены на сырье. Да, мы все понимаем, у нас упал спрос на продукцию, производимую как для себя, так и для наших соседей. А в этой части действительно ведется работа по формированию зон свободной торговли. Но для бизнеса это тоже очень чувствительный вопрос. Что такое зона свободной торговли? Мы договариваемся с третьей страной о том, что мы идем на уступки по какому-то определенному перечню товаров, и они получают на эти товары нулевые пошлины. То же самое, конечно, и в отношении нашей продукции. То есть здесь идет уступка к уступке. Не могу сказать, что в соглашении с Вьетнамом полностью были учтены позиции Казахстана. Принимаю внимание, что здесь пять стран. И то, что экспортирует Российская Федерация, не всегда можем экспортировать мы. Поэтому здесь всегда должен соблюдаться баланс интересов. Следующее соглашение, которое сейчас рассматривается, нас больше интересует Иран, нежели Сингапур, Индонезия. Что такое зона свободной торговли? Как она формируется? Сначала, конечно, исследовательская группа. Сначала анализируется, что выгодно, что не выгодно. Вот часть Ирана мы активно работаем. Следующий шаг, который необходим для развития интеграционного процесса. Это вот такой очень сложный и деликатный вопрос. Вопрос координации валютных курсов и таргетов по инфляции. Вы помните, что в течение последнего года, даже уже полутора, периодически возникали такие явления, неприятные для обеих сторон, когда, допустим, вдруг в моменте стала российская сельхозпродукция, стала выдавливать местных производителей. Ну, не только сельхоз. Не только сельхоз. Ну, прежде всего, она как-то больше чувствуется на уровне, заходишь в магазин. Пищевка больше. Пищевка, да. Вот. За счет чего это произошло? За счет того, что россияне на 9 месяцев раньше девальвировали свою нацвалюту и девальвировали фактически в два раза. Отпустили свободное плавание в декабре 2014-го, Казахстан отпустил в сентябрю 2015-го. Благодаря этому возник перекос. Перекос совершенно искусственный, не имеющий отношения к реальной конкурентоспособности российской пищевки. Не имеет он отношения. Он только искусственный за счет вот этого перепада курсов нацвалют. В сентябре он выровнялся, и все встало, в общем-то, на исходные позиции. Вот таких вот резких движений, кризиса вполне можно избежать. Для этого ни в коем случае не нужно поднимать вопрос о единой валюте. Мы провели огромное исследование в прошлом году, пришли на уровне математики к выводу, что этот вопрос не просто преждевремен, он пока на сегодняшний день даже вреден его поднимать. Но нужно разговаривать на уровне нацбанков, минеков, минфинов, вовлеченных стран, о некой координации валютных курсов, чтобы они не разбегались так, как они разбегались раньше. Первый шаг уже сделан. Такая норма уже есть в договоре о Союзе. Действительно, на 5% у нас должно быть разница. Но ее никто не выдержит, эту норму. Эти нормы 64-й статьи периодически нарушаются. То одной страны, то другой. Почему нарушаются? Потому что нет механизмов реальной имплементации, пока это остается на бумаге. Вот вопрос. Разница между бумагой и реальностью, она существует. Мы провели анализ за полтора года существования Союза. В реализацию норм договора, он у нас рамочного характера, то есть он такой всеобъемлющий, но не детализированный. В реализацию его было принято 700 решений. Это разные сферы. Но мы понимаем, что из этих 700 решений не все работают, к сожалению. На самом деле много остается на бумаге. Мы торопимся, мне кажется, по принятию каких-то дополнительных документов. Мы должны оглянуться, проанализировать, что же есть, что работает, что нет. Еще один момент. Из 500 решений, которые были в прошлом году приняты, 80% касаются предпринимательской деятельности. Из этих 80% оценка регулирующего воздействия была проведена всего лишь по 12%. Необходимо предусмотреть меры администрирования там, где мы их сняли, для того, чтобы понимать и выстроить правильную статистику. Нам нужен баланс. Мы должны его видеть. Конкурентоспособность, конечно, это рынок. Мы понимаем. Есть у каждого предприятия свои издержки, на которые он может повлиять. Но есть вещи, которые искажают конкуренцию. Мы должны поработать над этим. Есть такая проблема. Статистика действительно слабая. После 2011 года у нас нет как таковой таможенной статистики, которая была раньше по объективной причине, потому что нет таможни. Соответственно, статистика собирается через статформы, и она далеко не всегда отражает реальное положение дела. Приходится досчитывать, додумывать, а это не всегда хорошо для госполитики. Многие вещи остаются на бумаге. Какой-то необходим контроль, чтобы дела, так скажем, не разнились. То, что написано на бумаге и в действительности. Интеграция – это скучный процесс. Хорошая интеграция – это скучный процесс. Вот если он выходит на первые страницы газет, значит, скорее всего, что-то не так. Поэтому здесь главное – это поддержание конструктивного, очень цивилизованного диалога, когда представители отраслевых и профильных министерств пяти стран, прежде всего России и Казахстана, очевидно, садятся в рамках этих конструктивных комитетов и других групп под групп и пытаются выйти на взаимоприемлемое решение. Процесс очень непростой на практике. Что-то удается, что-то нет. По сути, первые взвешенные выводы о том, оправдано ли создание и функционирование ЕС, можно будет делать только в 2025 году, когда будут пройдены все процедуры, предусмотренные договором. Важнейшее из них – создание финансового регулятора, который будет располагаться в городе Алмате. До этого любая критика в адрес ЕС будет либо субъективной, либо поверхностной. На этом у меня все. Вы смотрели стол переговоров. Мы находим простые ответы на самые сложные вопросы. До встречи в эфире 24КИЗ. За последние 25 лет наши страны очень сильно разбежались по национальным нормам, по законам. Вот яркий пример – это пенсии. Во всех пяти странах ЕС абсолютно разный режим пенсионного регулирования. Есть базовые пенсии, есть накопительные, есть солидарные. Они разные комбинации в разных странах, разные доли, разные механизмы трансферта в выплат. Я абсолютно согласна. Трудовая, ну, в части трудовой миграции, да, естественно, что очень важен вопрос по выплате пенсии, учета стажа, ну, как-то должен быть общий, ну. И, естественно, вне зависимости от того, в какой стране ты выходишь на пенсию, ну, наверное, нужно, как бы, принять перечитающийся. Субтитры создавал DimaTorzok